Ну что ж, вот еще одна крепость, но в целях безопасности сохранить вашу психику в порядке, я выключил звук, так как она на германском, там просто там, он будто заклинание читает, я говорю, со скоринской книги, невозможно нихуя понять. В течении всего геймплея досмотрел до 9 минут, дальше моей психике не хватило, а я на секундочку играл в игры в 19 фпс, поэтому моя психика закалена, я думаю вы представляете насколько, но не выдержал полный ролик, понял только одно слово, это геймплей поначалу и телепорт, все. Ну что, дальше для меня это какие-то заклинания начались, и я, ну нахер, я просто выключил, даже при всем моем желании посмотреть геймплей, я такой нет, нет, хватит, все, с меня этого дерьма достаточно, я просто выключил. Ну вот, все по старинке, 274 на 288, капитан неприкольный. О, давай еще и скиллы будешь качать, ништяк. Опять пройдемся по этому кругу по 300 раз. А я, кстати, так и не понял, он прокачает его или нет, вот эти все скиллы. Ну то, что можно открыть все базовые перки, это уже как бы достаточно. Хотя, может быть, под скиллы вряд ли можно будет открыть все. Хотя, может, и можно будет, я ж не знаю. Ну, вроде ограничение 50 уровень, или какой, да, или 60. Если уровень 50 это ограничение, то еще 10 подперков. Если раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть подперков, семь, восемь, девять, десять. На втором ряду без двух скиллов заканчивается док перки и плюс 10. Раз, два, три, четыре. Та нет, куда тут, не хватит, тут еще 4 ряда останутся просто с основными скиллами. Не хватит тут перков. Вот, как я говорил, скиллы, которые используют мощь, не используют ее всю. То есть, сначала красная полоска, если ты ее накопил, а потом уже оранжевая, то есть, две казни. Или, ну, в общем, вы поняли, две использования способностей. Стрелы, там, телепорт, взрыв земли, блять, в общем, все, что угодно, вы поняли. За счет использования мощи. Любая способность, которая ее использует, не сразу будет просырать всю мощь. Один капитан не используется при осаде. Значит, он может принести пятый слот. Боже, этот дебил додумается просто? Нет, конечно. Он что, начал осаду? Только не ури, что он начал осаду. Конечно. Ну, понеслась. А пятый слот, конечно, всем похуй, видимо. Террор, цитадель. Бля, ну, вот реально, как бы... Самое хреновое, что он не будет поднимать вообще ни одного своего юнита. То есть, сразу на начальных этапах он просрет всю свою армию. Поэтому, в итоге, не дойдет до конца. Это такой вот спайлерок. Ну, а что вы хотите? Блин, ну, бас, чё. Для них же ясно написано, Блидаут, а он же не понимает на нормальном человеческом. Он же буржуйском, забугорном заклинанецом. Ничего не понимает, наверное. Хотя, вроде английский, это международный язык. Там, по-моему, шесть языков международных. Германский в них не входит. Так что, учить один из этих, ну, из этих нужно будет по-любому. Это, по-моему, японский, английский. По-моему, даже французский. Ёбаная, я не помню их всех. Это еще в школе объясняли. Я не помню, честно говоря. Французский, итальянский, английский. Русский! По-моему, русский есть, да. Русский есть. Или же нет. Бля, вот я не помню, была бы тетрадка, но я их всех сжег на ритуальном костре. Еще когда выпустился со школы. Чтобы не помнить всю эту хуйню вообще просто. Ну, их шесть языков, этих международных языков. Можете загуглить, просто там сразу выбьет. Я точно помню, французский, английский и японский. А дальше, ну, как бы, там уже. А почему вы все выздитесь с этими граугами? Боже, забейте хуй. Пускай он себе стреляет, кому он мешает? Нет, надо же залезть, показать то, что мы видели уже 600 раз. Катапульта живучая такая, нихуясь. Грауги так разваливаются, будто камень вообще. Что-то бесится, что-то кого-то лупит об землю. А зверел вообще своих же убивает. А, он уже за нас. А, видимо, бестмастер у нас есть. Хотя, разве это работает? Таким образом. Ну, типа, он может захватить зверей. До того, как они будут брокен. Ну да, они же не бьют его, и там есть скилл, типа, что они будут сражаться за бестмастера. То есть, не будут его трогать и будут за него сражаться. Вот, уже один в бледаут ушел. И мне кто-то в стиме написал, так что, может, я не переживаю. Это что, это вам? Что-то там сообщения уже летят. С какой бы ты высоты ни падал, я так понял, тебе плевать. Вот, короче. Видите, какой язык? Дир, что-то там. Вообще, очень сложно, в общем. Это если бы со школы, да, учили, ну, можно, в принципе, на курсы пойти и выучить германский, допустим, вместо английского. Или же английский, германский, но... Ну, вам же нужно все равно как-нибудь обновлять свои знания, я имею в виду... То есть, ну, выучили бы, да, но вам нужно будет разговаривать с кем-то там, переписываться. То есть, ну, как бы, чтобы ты не забывал язык, тебе нужно, ну, общаться на нем. Ну, вы используете его вообще хотя бы. Карагор слэйер. Да карагоры вообще боссам ничего толком сделать не могут. Они их просто переворачивают и, блядь, горло им перегрызают. Сколько раз уже видел. Почему никто не юзает казнь на нем? Я просто не понимаю, почему все юзают вот эту вспышку? Вы хотя бы ее прокачиваете тогда огнем, там, ядом, ну, что за хрень? Вот, видите, кто-то бестмастер. С ним эти зверьки бегают. Я бы выкинул его в лаву. Типа захватом. Когда он будет брокен, взять его в захват и выкинуть нахрен в лаву. Ну, там эффект, конечно, не такой прикольный, но хоть что-то. Вошел в ярость от того, что остался, типа, один на один с Сталином. Ни хрена, ни копья метают, когда в ярости. Кстати, ну, это, конечно, реально, как бы уже было бы потно. Но копья-то, почему они бесконечны? Их там не должно быть прям бесконечно. Он должен выбросить там, допустим, 10, да, а потом у него они закончатся. И он должен, ну, в руке оставить свое последнее копье и ему же драться. Потому что бесконечная копья, это, конечно, приебка, но все равно. Откуда он их берет, непонятно. О, блядь. Саперы почему-то не взрываются, когда горят. Да, сейчас, короче, все капитаны были даутнут. И там, по-моему, останется один. Я не помню, честно говоря, я не досмотрел до конца. Я помню, у меня, ну, на том промежутке времени остался один капитан. Все. У тебя это вроде не так сложно, как кажется, на самом деле. Им же всем нормал включают, где урон вообще почти не засчитывается. Плюс у них броня большая, большого уровня. Хайк-глевела. Плюс, что тебе мешает, вместо того, чтобы листать скиллы, да, допустим, вкачать, допустим, ну, не идти на крепость, а полистать наоборот скиллы. То есть, и для себя определить, какие тебе ветки больше нужны, и вообще, какие скиллы тебе лучше вкачать. Тут один капитан наших двоих раскидывает. Берсеркер. С огненными молотками. Не молотками, а топорами. Древо-убийца. Крош. Хро... Хрош. Хрош, древо-убийца. Хорош. Ёпта. Да, блин, так хватит меня огнем долбить, ну. Кстати, это неплохой способ отхилиться. Если вам нужна отхилка, просто выбегаете из круга, там, где идет основное месиво. Всех, кто будут бежать, они будут бежать в круг, они не будут трогать вас. То есть, вы можете спокойно просто перехватывать их и хилиться. Ну, не прямо, конечно, на дороге ихнего путешествия, а хотя бы немного на обочине встать. А талию он-то все равно высасывает примерно метров десять, спокойно достает. Гляньте, как он, блядь, ездит. Ай, он почти бледаутнулся. Какой-то бесполезный щитовик, блядь. Не, он, походу, сдохнет. Да, он же сдохнет. Тут пошла анимация. Молотком. Хотя он по нему вроде не попадал даже. Тридцать семь, тридцать пять. Нормально, нормально. Этот сдохнет. Прямо просто почему так трудно было нажать Б. Боже. Ох, что эти германцы, ох, что эти игроки. Создается впечатление, что каждый проходящий на выставке человек, какой-то отборный овощ, просто реально. Туда других просто не пускают. Я просто не понимаю, почему так. Почему люди атрофируются вообще? Это самый примитивный вообще слэшер, который только может быть. Просто красочно разукрашенный, все. Боевка вроде удобная. Сама наводится. Даже не нужно просто наводиться. Просто икс нажимаешь, как в Бэтмене. Нет, так им все равно мало. Они все равно умудряются умирать. Боже, это просто пиздец. Меня это немного выводит из себя. Я просто хочу посмотреть сразу стримы. Когда реально выйдет игра. Ну, когда наиграюсь, допустим, пойду спать. Просто зайти минут на 5-10, пока пью чай перед сном. Или что я там буду делать. Просто посмотреть на стримы или прохождение того же Купленова. Ну, я знаю, что он будет тупить. От Купленова я этого и жду. Мне из-за этого и нравится смотреть. Некоторые обзорщики этим и завлекают. Они интересно это делают. Допустим, как Купленов, Юджин. Ну, они интересны. Они смешно это делают. У них прикольный монтаж. Что это такое? Что это, блядь? Анимация сломалась. У них прикольный монтаж. Их реально интересно смотреть. То есть, как они тупят, как они умирают. Это да. А вот, блядь, я... А вот, допустим, зайти на любой стрим, да? Там, где человек сидит, блядь. Открывает набор навыков, блядь. И такой... Давайте каждый скилл, блядь, базарить полчаса. И потом с подписчиками... А вы знаете, что это такое? Вы знаете, что это за скилл? А может, его не стоит вкачать? Нет, давай я его вкачу. Нет, слушайте, по-моему, он говно. Блин, это просто пиздец. А потом смотреть, как они будут играть. Скинь его с обрыва. Нахрен тебе нужен. Скинь его с обрыва, нахуй. Захватом и пошел он нафиг купаться в лаве внизу. Ну да, он его сейчас приручит. Конечно, конечно. Ну еще бы, Ракрут, по-любому. Иди дерись на точку, ладно. Так уж и быть. Там тоже уже последний Капитан Бледаут. Ну, как последний. Теперь-то он не последний, он предпоследний. Кто там на Твиче самый, вроде, из русских? Это Will of Games и TDC TV. Ну, как по мне. Там, конечно, у них мало фолловеров. Но, вроде, для Иннелеш комьюнити... Ну, точнее, для русского комьюнити, там неплохо. 35 тысяч человек, я думаю, это, ну, прилично для Твича. Стабильный 1к с зрителями, это нормально. То есть... Will of Games, конечно, ну, более повыше рангом. У него там более 100 тысяч уже фоллов. И если уже не больше, я давно не заходил на его канал. Очень давно. Уже месяца 4, наверное. Ну-ка, положи знамя. Жаль, его не могут подобрать наши рекруты, типа, и поставить. Ну, было бы прикольно. Хотя, это дополнительная лажа. Настройка, вся хуйня. Тут уже сражение идет. О, вот парень в костях мне нравится. Вот эта костяная броня, как у... Вспоминай, вспоминай, как его... Red Bay... Крысария, Крысария, да. Вон он, гляньте на него. Farrell Assassin. Плюс он ассасин. Ну, ништяк. Чем плохой капитан? Даже если у него плохие перки, в PvP он неплох. Я имею ввиду, один на один. Конечно, при захвате большом он будет теряться. Но ничего страшного. Гляньте, он у ворота. Нихуя себе. В общем, в стиле ассасинов. Че за рикошетные, блядь, летают эти стрелы. Повершоты. Это вообще наше? Нет, вроде не наше. На, в голову. Броукен. Боевое клеймение работает? Должно. Ну, и зачем? То есть, типа, красивый тебе не нравится, да? А вот всяких блядей, которые убегают с поля боя, тебе... Обязательно... Че за хрень? Опять все сломалось. Ну, блин. Вот сейчас он его, наверное, убьет, да? Чисто случайно. Ну, как чисто случайно. Он его убьет, наверное. А вот, заметьте, а пацана, который убежал с поля боя, который, блядь, кинул всех своих друзей и просто убегал, он... Не, он превращил. Ему нормально. В имперском шлеме. Ему вообще плевать. Просто плевать. Ну, не убивай же его, ёб твою. А будет добивание от нашего недо-капитана? А, взрыв? Ну, давай взрыв. А-а-а-а... Через... Сквозь нас стреляют, нихуясь. Там, там, там что, один капитан, что ли, на точке? На карте вроде два Хотя нет, там точно не видно, может, правда, один Полная эльфийская ярость Ну, как бы, все хорошо Всех убивает, точнее, своих Ну, как бы, ему похуй Вот, вот этот, ну, довольно солидно выглядит, да? Правда, то, что он дездроер, это хуёвый, я не люблю бомба Но зато он в ярость входит от всего А берсеркеры очень жестко атакуют Они и так сэвэджи по три раза там лупят А этот ещё и в ярость от всего входит Неплохой помощник, как по мне Так ещё и с виду неплохой, очень даже У него, наконец-то, получилось Контр-атаковать нормально Бля, как-то многовато здесь даже О, ну, конечно, эльфийскую ярость мы просыраем на На убивание бомжей Ну, ладно Это твой выбор, дружище 25 комбо Можно неплохо выгасить в него Казни Главное не убить А то он может умереть Кстати, я посмотрел В PlayStation Store Нету серебряного здания Есть только бронза И золото Это как вообще работает Как-то странно даже Ну, типа, есть только бронза и золото А на компе есть полностью То есть золото, серебро и бронза А на Xbox тоже есть бронза, серебро и золото Ну, типа, вот и конец, походу Нет? Нет, не конец Можно еще посмотреть, почему нет Хотите, подписывайтесь на Если вы действительно шарите в германском Или вас просто интересно У него 50 тысяч сабов Ну, если интересно, подписывайтесь Я не буду убирать эту рекламу Вообще срать просто Вообще абсолютно плевать Тем более, если он собирается подать на авторское право То не сможет Потому что в видео есть его анонсы Ну, вообще реклама Кто он, откуда Ссылки на него Даже тут висят его же Мы можем Мы можем, мы можем Перепрыгнуть Потом сделать дабл джамп И перейти в режим Замедлюсь не Ну, и там уже Not bad Not bad То есть не добиваешь А просто лупишь ему по морде Меняешь казнь на земле На На Заполнение счетчика мощи Вот С помощью вот этого Талион страйка Ты можешь перемещаться по карте Просто по читерски Вот Истощение Добавляет Эту Эльфий Ну, короче Режим кольца Эльфийскую ярость Кого ты призвал Или ты убил Кого-то Не знаю Ну, а теперь у нас есть капитан Который входит в ярость от всего И как бы Жаль, что видео закончится Так я Ну Не так, как оно должно Закончиться То есть не победа над Оверлордом В общем Жалко Ну, ничего Я все равно Ни хрена по-германски Не понимаю Но Для геймплея Было бы неплохо Не, я надеюсь Ой Неплохо Прям в рожу Всадили А что он не входит В ярости Не понимаю Или он Не, ну он вроде Типа не в ярости Сейчас выйдут Еще два Вождя Со своими Бодигардами Дарк Ассасин Невидимый Ансин Классный Ну, с виду вроде Ну, неплохой вроде бы А вот этот Просто пиздец Ненавижу этот Шлем Работорговца Сейчас первую часть Ненавижу Там самый первый Капитан был такой Меня это так Напрягало Что, все Видос закончился Да, он сейчас будет Стоять И потом Ну, и все Джи-джи, короче В общем, опять-таки Это была Цитадель Я надеюсь Было хоть капельку Интересно Потому что Мне нет Поговорили о чем Поговорили о многом Было много тем Да, особенно Того, что Надеюсь Сони сделают Серебро Потому что Ну, блин Как это Ради Ну, в принципе Мне не против Все равно DLC можно будет В дальнейшем докупить Но я бы хотел Вот этого Форд Хога сразу Купить Вот этого Орка Слеера Такое Ну, мне понравилось Я не буду Наверное Делать обзор На истории Орков Там Я могу перевести Из них только две То есть Там, по-моему Их четыре То есть Две из четырех Там Олах Там вообще Говорит на непонятном Буржуйском Там очень все По звуку Хуево Там непонятно Ну, вообще Не разобрать ни слова То есть Что он базарит То есть Перевод невозможен И получается Вроде пока все То есть По видосам Пока Тишина В общем По старинке В общем Я Я опять повторюсь Надеюсь Вам было Хоть капельку Интересно И удачи